Фёдор Наволочкин пишет, ролики у вас есть про здоровье, всё, ещё с телевидения, я как-то говорил, что телевидение есть телевидение, я есть я, это вообще-то две разные вещи, которые в своё время были как-то там соединены. И там в основном была голова больше продюсера, который руководил редакторами и делал всё для того, чтобы программа была популярной. Из-за этой программы-то, вообще-то, из-за рецептов, которые нужны, телевидение, что-то новое и так далее, я забыл основу, что нужны не рецепты, а система, общее понятие, чтобы человек понимал, что, как работает, на что надо обращать внимание, а не рецептиками. Поэтому в своих вот передачах или видео, которые я сейчас вот делаю, я рассказываю разные вещи, и как работает рецепт, и о том, как работает система, а также рассказываю о том, о чём программе Малахов Плюс даже не затрагивалась. Так, ну и насчёт, насчёт богатства. Ну, знаете, я сегодня был в банке, потом мне ещё вырвали зуб. Представляете, оказывается, если у человека вырван зуб, то наблюдается следующая тенденция. Эти зубы норовят вот так вот сдвигаться кпереди. И у меня как раз здесь произошло такое, будем говорить, сдвижение зубом, я даже не ожидал, не знал такого, что этот зуб, зубы же здоровые, выдавили здоровый зуб, как ненужный сделали его. Вот, вплоть до того, что он зашатался, и его просто-напросто надо было уже даже не удалять, а так просто вынуть, что и было там мной сделано. Кстати, у меня вверху тоже там зубы, значит, некоторые там были удалены, и была там такая большая, ну, дырка, удалённый зуб. Так вот эти зубы только раз, они сдвинулись, и здесь, не хочу сказать, что эта щёлка полностью исчезла, но она стала намного меньше и почти незаметная. Поэтому я тут, насколько сейчас я сам себя слышу, стал шепелявить. Ну, вот и такое бывает. Так, что насчёт, ага, в банке был насчёт, значит, богатства. И там висел такой интересный плакат, ну, примерно следующее содержание, я дословно не помню. Обеспечь себя тогда, когда ты ещё полон сил. Вот, когда я был полон сил, я постарался это сделать. Вот, не целенаправленно прошло, просто она так вышла. Вот, и в своих роликах, и в рассказах о себе, то есть, вообще-то это канал рассказа о себе, о своём пути, о своих достижениях, о своих неудачах, о своих каких-то сложностях, о решении проблем, о своём каком-то взрослении и так далее и тому подобное. Я вам рассказываю, делюсь. Плюс отвечаю на вопросы. Так вот, начал я, как и все советские люди. Родился в 54-м году, простой семьи, мама с папой на заводе. Я был предоставлен там сам себе, там, бабушка там занималась заготовкой первые семь лет жизни. Я болтался по улице, понимаете. То есть, родители мне ничего не оставили. И я показываю, как с помощью, будем говорить, какого-то разумного подхода к жизни, можно, ну, будем говорить, для себя делать, просто-напросто создавать человеческие условия. Это человеческие условия, не более того. Да, я мог жить как там, как все. Нафиг там мне надо, там, книжки писать. Я, вон, водолазом был. Начальником спасательной станции. Да и нормально, зарплата, то есть, всё. Нафиг мне там ещё что-то надо. Вот, то есть, на своём опыте рассказываю, как я раскрывал способности, которые имеются у каждого человека, у каждого из нас. И, в конце концов, к чему я пришёл тут? Да, тут вот это вот стоит, то, сё, пятое, десятое стоит. Почему это всё у меня стоит? Потому что мне интересно заниматься саморазвитием и творчеством. Мне интересно окружать себя красотой. Мне интересно возвышать самого себя. Мне интересно возвышать людей, которые рядом со мной. Вот это к мыслю. Вдобавок, это ничего не украдено. А у нас денег нет. И у меня сейчас денег нет. Вот есть вот там, что там, этот самый, пенсия. Ну, я говорю, чуток что-то там идёт, там, с сберкнижки так я. Честно и откровенно говорю. Чуток идёт. Этого вот хватает, грубо говоря, на бензин. И то, особо не гарцевать, не ездить. На запчасти, которые раньше всё это делал, там, машины укладывал, там, камеры покупал. Всё, уже денег нет. И я сижу на пупе ровно. Ну, вот так как-то. Вот так вот. Продолжение следует...